После смерти пожилых людей родственникам достаются не только квартиры, но и домашние питомцы. И если недвижимость наследство принимает с радостью, то вот четвероногих обитателей зачастую выставляют на улицу. Девушка Юлия, точнее ее муж, пошел в магазин утром и увидел, как это вот ребенок сидит в сугробе, орет. Он пять дней выживал на улице, потом, как выяснилась его история, у него умерла хозяйка. Не знаю, в общем, либо дочь, либо сын, не могу сказать точно, забрали кота в переноски и даже не отдали соседке, сказали, что мы заберем его к себе домой. Но в итоге они не доехали, они увезли его за два двора от его места проживания и оставили умирать. Сильвестр отморозил хвост и лапы. Заднее частично пришлось ампутировать, а также все пальцы и хвост. Сейчас коту придется привыкать жить в непривычных для него условиях и с изувеченными конечностями. Как и этому красавцу с пронзительным взглядом. Петруша у нас появился недавно. Его нашли люди на трассе с битым. Забрали его к себе. Получается, смогли поселить только в теплицу, сделали ему коробочку, они его кормили. Благодаря им он выжил, в принципе, в эти морозы. Петрушу экстренно сделали операцию, потому что хвост начал полностью разлагаться, как он только попал сюда в тепло. Ушки у нас тоже отпадут. Но, к сожалению, перелом таза уже нельзя сделать. Заного ломать. Наш ортопед сказал, что нет смысла. И таких бывших домашних подопечных приютились десятки, а здоровых среди них единицы. Маус также оказался на улице. Но ему повезло. Неравнодушные люди приютили в подъезде, постелили подушку и подкармливали, пока он не оказался в заботливых руках Олесе. Если бы кот остался на улице, то, возможно, тоже бы стал калекой. У нас для бездомных животных вообще ничего не предусмотрено. Конечно же, я прекрасно понимаю людей, которые жалуются на поводухе и так далее. Но если бы люди, которые кормили, за собой бы все убирали, если бы их стерилизовали, например, и оставляли бы в этих... Ну, допустим, мы кастрировали кота и кошку, которые там живут. Мы их оставили, закрепили кого-то человека, он бы кормил, убирал. И если бы у нас немножко бы, когда мороз, запускали бы их просто хотя бы погреться, просто накормить, не купить себе шоколадку, не купить сигарету, да, например, и покормить тем самым, мы могли бы спасти животному жизнь. Зоозащитники бьют тревогу. Число бездомных животных катастрофически увеличивается. Если два месяца назад в приюте Лиз было 40 кошек, то теперь их уже 80. Буквально на днях привезли сразу 6. Это который, дедушка, который с деменцией, который жил в квартире, было 9 кошек у него, там была антисанитария, полная ванна, всего там такого. И вот они вот к нам приехали в шестером, мы всех кастрировали, стерилизовали. И очень надеемся, сегодня пришли анализы, они все здоровы, у них нет ни лейкоза, ни иммунодефицита. Они ходят в лоток на место, то есть их можно спокойно пристраивать в семью. При этом приют расположен в квартире, где Олеся живет со своими детьми. Говорит, не может отказать тем, кто так надеется на спасение. И хоть девушка поддерживает идеальную чистоту, понимает, для полноценного приюта нужно отдельное помещение. Ведь кошки живут еще и в доме ее мамы. Там их столько же, как и здесь. Я не обращаюсь ни в какие фирмы, потому что на это нужно время. Время – это самое главное, что и должно быть. У меня этого свободного времени нет. Поэтому я стараюсь, просто я надеюсь, что когда я веду прямые эфиры, найдется тот человек, который захочет нам помочь. И мы сможем построить настоящий приют. Мы все уже знаем, как нужно. У нас все для этого есть. Нам нужна только территория и два дома. Все, чтобы я могла жить там с детьми. Я надеюсь, что я справлюсь. Многие думают, что такие приюты существуют при поддержке государства. Но это не так. Приходится в прямом смысле выживать на пожертвования неравнодушных людей. Те, кто хочет помочь Лису, могут это сделать через соцсети во Вконтакте, Инстаграм и ТикТок. А главное, говорит Олеся, стоит присмотреться к этим пушистикам. Может быть, среди них найдется тот самый верный и ласковый друг. Ведь те, кто пережил серьезные испытания, отвечают особой любовью. Уверена девушка.